Ребята всем привет в этом видео я вам расскажу про описание собаки Бостон Терьер. Перед началом просмотра хочу вас попросить чтобы вы подписались на мой канал и нажали колокольчик чтобы не пропускать наши новые видео. Бостон Терьер – идеальная собака для городских жителей. Такой питомец комфортно себя чувствует и никому не мешает даже в самых малогабаритных квартирах. Все из-за сравнительно маленького роста, небольшого веса и спокойного нрава. Бостон Терьеры зарекомендовали себя в качестве верных собак-компаньонов. Эти добродушные животные не требуют особого ухода, но им жизненно необходима любовь, ласка и забота хозяина. Если вы готовы проводить достаточно времени со своим питомцем, Бостон Терьер станет самым преданным другом и спутником в любых путешествиях. История возникновения породы. В Америке выведено много замечательных пород собак. Бостон Терьер также принадлежит к видам, родиной которых являются США, если обратиться к списку популярных в Америке пород, увидим что бостонцы занимают 25 место. Появилась указанная порода в 19 веке. Американские селекционеры решили создать новый вид с наилучшими качествами терьеров и бульдогов. Для того проводились скрещивания староанглийских бульдогов с английскими терьерами. В итоге полученное потомство обладало бульдожьей мордой и телом терьера. Официально порода была признана в 1893 году. В европейских странах Бостон Терьеры не слишком популярны, зато у себя на родине этих милых собак очень любят запреданность, неприхотливость и дружелюбие. Согласно статистике, ежегодно на свет появляется около 13 тысяч щенков данной породы. Бостон ЦФ неосведомленные люди часто путают с французскими бульдогами, но на самом деле между этими двумя видами существуют весомые различия, как во внешнем виде, так и в характере. Стандарт породы. Все представители породы Бостон Терьер отличаются пропорциональным телосложением и небольшими габаритами. У данных собак отлично развитая мускулатура, крепкие кости. По стандарту Бостон ЦФ разделяют на три вида, в зависимости от их веса. Первый вид вес менее 6,8 килограмма. Второй вид вес от 6,8 килограмма, до 9 килограммов. Третий вид вес от 9 килограммов, до 11 килограммов. Рост может быть от 23 сантиметров, до 38 сантиметров. На изящной чуть изогнутой шее держится большая голова с квадратным черепом. Морщин не должно быть, уши небольшие, прямо стоящие. Глаза большие, темные, имеют круглую форму. По стандарту не допускается голубой цвет глаз. Взгляд смышленый, жизнерадостный, дружелюбный. Морда короткая, квадратного формата, практически без складок. Нос большой, черный. Скулы плоские, челюсти квадратные, мощные. Допустимый прикус прямой или перекус. Спина короткая, грудная клетка объемная. Ноги сильные, короткие с отлично развитой мускулатурой. Задние конечности значительно мощнее передних. Лапы и когти маленькие. Хвост короткий, низкопосаженный. Шерстный покров, короткий, волос довольно тонкий. Имеется слабо выраженный подшерсток. Особенной чертой во внешнем облике является гармоничное сочетание белых пятен с основным окрасом шерсти. Окрас допускается следующий, тигровый, черный с белым, котиковый, черный с бурым оттенком. Обязательно должны быть белые отметины вокруг морды и между глаз, а также белая манишка на груди. Содержание и уход. Во дворе Бостон-терьер жить не может. Он сильно мерзнет зимой и страдает от высоких температур в летний период. Эта собачка создана для комфортной жизни в доме, рядом с людьми. Ценно то, что питомец такого небольшого размера прекрасно чувствует себя даже в однокомнатной квартире, ничуть не мешая домочадцам. Поселив щенка в квартире, с первого дня определите его место, соблюдая следующее правило. Лежанка не должна быть на сквозняке. Место подберите теплое, но не рядом с отопительными приборами. Не устраивайте собаку в темном, отдаленном уголке, бостонец должен со своего места видеть членов семьи. Возле лежанки положите игрушки, чтобы питомцу было чем заняться и миску с чистой водой. Бостон-терьеры тяжело переносят жару, быстро могут получить тепловой удар. В холодную пору страдают от морозов, поэтому в осенне-зимний период таких собачек необходимо во время прогулок одевать в специальные курточки, комбинезоны и тому подобное. Любые перепады температур могут губительно сказаться на здоровье питомца. Выгуливать бостонца нужно два раза в день, одна прогулка длится около часа. Неторопливое хождение по одной и той же дороге не подходит в данном случае. Для такого веселого и жизнелюбивого питомца следует придумать развлекательную программу в виде пробежек, прыжков, разных игр. Терьер с удовольствием знакомится и играет с другими собаками, агрессивность не в его характере. Уход за бостонцем совсем не сложный, как и за другими короткошерстными видами собак. Владелец должен регулярно делать следующее. Два раза в неделю вычесывать шерсть. Три раза в год купать с моющими средствами, после прогулки мыть лапы. После каждого приема пищи короткую мордочку необходимо вытирать полотенцем или салфеткой, так как кушают бостонцы очень неаккуратно. Раз в неделю протирать уши, убирая серу и осматривая на наявность воспалений или повреждений. Большие глаза, это слабое место бостонца. Они часто травмируются и воспаляются. Каждый день их необходимо аккуратно протирать салфеткой, смоченной в воде или в слабой заварке чая. Когти подстригать один-два раза в месяц, по мере их отрастания. В большинстве случаев пес не стирает их самостоятельно от дорожное покрытие. Питание бостонца должно быть сбалансированным. Это может быть готовый корм премиум класса или натуральная еда, состоящая из свежих качественных продуктов. Во втором случае питомцу нужны витаминные добавки. Также важно следить, чтобы в рационе был большой процент белков, это условие для всех маленьких пород. Взрослые особи кушают два раза в день. Утренняя порция должна быть больше вечерней. У бостон-терьера маленький желудок, поэтому одноразовое питание ему противопоказано. Размер порции лучше согласовать с ветеринарным врачом. При перекармливании питомец получит ожирение, при недокармливании организм будет развиваться неправильно, иммунитет ослабнет, что приведет к заболеваниям. Здоровье. При правильном уходе бостон-терьер живет 12-15 лет, хотя не исключены случаи долгожительства 16-17 лет. Со щенячьего возраста и до последних лет жизни бостонец остается веселым, любознательным и гривым питомцем. Владелец обязан следить не только за внешним видом собаки, но и за его здоровьем. Чтобы вовремя распознать и предотвратить развитие заболевания, нужно знать, каким именно болезням предрасположен бостон-терьер. Врожденная глухота, при покупке щенка внимательно проверяйте, есть ли у него слух. Гиперадренокортициизм – одна из самых распространенных патологий эндокринной системы. Крипторхизм – патологическое состояние, характеризующееся неопущением одного или обоих семенников в мошонку. Брахицефальный синдром, развивается в результате анатомических особенностей строения черепа и генетической предрасположенности. Кожные заболевания, атопия, демодикоз, аллергические реакции. Онкологические заболевания, катаракта, помутнение хрусталика глаза. Заболевания желудочно-кишечного тракта, пелораспазм, метеоризм, заворот кишок. Гидроцефалия – врожденное заболевание, характеризующееся избыточным образованием и скоплением ликвара в мозговых желудочках. Проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Трудные роды, щенки, появляются на свет с довольно большими головами, поэтому часто возникают осложнения при родах, вследствие чего приходится делать кесарево сечение. Также стоит отметить, что из-за короткой морды у бостон-терьеров проблемы с дыханием. При жаркой погоде запрещено нагружать такую собаку физически, выгуливать рекомендуется ранним утром и вечером. Владелец должен проходить с питомцем профилактические осмотры в ветеринарной клинике, анализы, рентген, вовремя проводить обработку от кожных паразитов и делать плановую вакцинацию. Характер, какое бы событие ни происходило в доме, бостон-терьер обязательно принимает в нем участие. Это очень любознательный и дружелюбный пес. Он прекрасно относится ко всем членам семьи. Ему не страшны путешествия и поездки, лишь бы находиться всегда рядом с хозяином. Сторож из бостонца никакой, он не проявляет агрессии, разве что может залаять, оповещая хозяина о приходе чужих людей. При должном воспитании такой питомец не портит хозяйские вещи, не справляет нужду в неположенных местах и не проявляет назойливость, хоть и обожает играть в компании хозяина. Для детей бостон-терьер отличный компаньон в играх, к ребятишкам собачка относится с любовью и терпением. Дружелюбный бостонец с удовольствием заводит дружбу с другими домашними животными, такой пес способен резвиться не только с собаками, но и с кошками. Незначительные конфликты иногда возникают между кобелями, но до настоящей драки в большинстве случаев не доходят. На чужих людей бостон-терьер не набрасывается. Это дружелюбное животное скорее пожелает подружиться и поиграть с чужаком, нежели облаять его. Дрессировка и воспитание. Бостон-терьеры являются непоседливыми, игривыми собачками, поэтому дрессировать их сложно, если не найти нужный подход. Представители породы отличаются высоким интеллектом, если сознанием дело подойти к их обучению, уроки будут проходить легко, питомец быстро будет осваивать правила поведения и команды. Главное правило дрессировки – никакого крика и физических наказаний. Грубое поведение со стороны хозяина приведет собаку в уныние, она может вообще отказаться от дальнейшего обучения или будет делать все нехотя. Если же после даже незначительного успеха похвалить бостонца, он с рвением будет стараться и дальше угождать, чтобы получить похвалу или лакомство. Рекомендуется занятие проводить на специальной площадке рядом с другими собаками. Таким образом пес сможет наблюдать за работой своих сородичей, в итоге обучение проходит легче, а команды осваиваются быстрее. Интересные факты В 1979 году бостон-терьера провозгласили символом штата Массачусетс. Мелкие виды собак за первый год жизни увеличивают свой вес примерно в 20 раз. Представителей породы бостон-терьер называли и другими названиями – бостонский метис, американский бультерьер, круглоголовый бульдог. В США Бостон-ЦФ называют американские джентльмены из-за белой манишки на груди и из-за адекватного поведения. Плюсы и минусы породы. Если вы любитель активного отдыха, подвижных игр и если у вас есть достаточно времени, чтобы уделять внимание своему питомцу, вам стоит приобрести щенка породы бостон-терьер. Такая собака станет верным и любящим другом, спутником в походах, путешествиях. Чтобы точно удостовериться в правильном выборе домашнего питомца, стоит ознакомиться с главными плюсами и минусами породы бостон-терьер. Достоинство – дружелюбный и спокойный характер, отсутствие агрессии. Является долгожителем, сравнительно с другими породами собак. Несложный уход, недорогостоящее содержание. Подходит для жизни в малогабаритных квартирах. Хорошо ладит с другими представителями животного мира. Прекрасно относится к детям. Редко лает. Обладает умом, высоким интеллектом. Недостатки. Нельзя содержать на улице. Плохо переносит перепады температуры, боится морозов и жары. Не переносит долгого одиночества и разлуки с хозяином. Из-за дружелюбного характера может пойти с незнакомым человеком. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также смотрите наши другие видео на канале. Всем пока.